всем привет всем доброе доброе утро у меня сегодня сегодня но особенно доброе время 9 утра сейчас будем варить кофе сегодня у нас на улице солнышко хотя бы что радует потому что вчера весь день такой был промозглый денек был шел дождь 89 сейчас еще не знаю как там на улице по температуре но хотя бы солнышко хотя бы не капает сверху у меня сегодня с оружием потому что сегодня у моей младшей дочурки день рождения ну зараза звоню и не могу дозвониться не могу сейчас вам покажу свое изобретение заливали заливали сейчас бодрил с утра мышцы лица вот что получилось конфеты шоколадные я легко достаются будем стоять естественно у меня в мае день рождения мне я не скрываю мне уже 54 года сбор пахнет баней и никакие я не ставила ни уколы красоты рука даже мерзнет там аленка мне написала вот насмешила что продаются специальные пакетики для еда я знаю что продается но пакетики это надо идти покупать здесь весь в том цимус то в том чтобы я увидела эту коробочку имеет пришла эта идея в голову ох как хорошо сейчас все быстро морщинки подберутся черт зараза пахнет еще раз повторяюсь бани там же чай банный сбор там и шиповник и ромашка и зеробой вот пока я уколы никакие не ставил мы пока не вижу такой необходимости меня вообще убивают когда 30 лет не девочки там 35 летние я нас то считаю 50 раскраснялась такая разрумянилась и она 150 летних плюс 15 считаю девочки мне кажется мы в душе все всегда остаемся до глубокой старости девочками мальчиками не раскраснилась правда мох заработали мышцы как каких-то назвать когда-то давно я делал такие процедуры мы же как такие ленивые подругами говорит такая смесь ажар ажар она говорит пей это как тоже очень полезно для организма вообще очень много конечно всяких рецептов ажар ажар агар агар растительный аналог желатина это нами говорит разводи там ешь его или там ложку и запивай что это очень полезно для суставов я ее послушала побежала купила одну и лопачку 2 так и лежит ох как взбодрила с утра меня это холодная штучка обратно поставлю в общем надо не забывать с утра делать такую процедуру девочки очень то прямо свежо сразу жить захотелось и на улице у нас прямо солнышко светит сейчас увидим узнаем греет или не греет сегодня середина рабочей недели осталась четверг пятница вот еще холодные дни а потом ну ёптс тудей все таки я проболтала про воронила ну а у меня раз такой сегодня хороший денек я поздравляю свою младшую девочку которую зовут арина с днем рождения тебя моя девочка моя крошечка моя для меня навсегда останется за реву маленькой девочкой что старшая что младшая мы всегда для своих родителей дети выходные обязательно поедем к маме вот желаю тебе только естественно самого хорошего самого чтобы ты была у меня всегда здоровенькой чтобы счастье в твоей жизни не кончалось чтобы было поменьше как можно невзгод и печали в твоей жизни на твоем пути что встречались тебе в жизни только хорошие люди в общем я тебя очень люблю такие вещи как начинаю говорить чем старше до становишься тем становишься сентиментальнее тем становишься такой вот мама сейчас у меня очень все равно болеет очень сильно приступы в общем успокаиваю как могу тоже начинает говорить плакать там что когда болеешь конечно нет до чего дела нет хотелось бы еще и вот так вот за год она быстренько как-то вот прямо на нее навалилось столько всего и сказала если чуть-чуть что сразу вызывайте скорую сразу она не хочет ехать в больницу ну представьте назад четыре раза или пять практически полтора месяца дома месяц больница полтора месяца дома месяц больницы в общем выходные конечно обязательно поедем их проведать ну что вот такой вот утром вот такой вот лимфа пока вот смотрю еще вроде как стараюсь делать всякие упражнения упражнения там для лица высматриваю но считаю что уколы еще я так считаю я не отрицаю может быть когда уже совсем все повиснет может быть поставлю какие-нибудь уколы красоты хотя тоже все это страшное чревато тоже почти посмотришь почитаешь и вот говорю меня убивает когда молодые девочки до 40 лет начинают это же как заболевание до один раз поставили здесь вот такая блогер бывшая наталья советовала кита вот она накачала эти губы и теперь во всех роликах как у тебя ну какая красота я понимаю где-то немножко избавиться от морщин но вот эти вот у тени и губы и так вот она их еще специально как-то делает ничего я не вижу в этом красивого ничего молодого просто со стороны даже смешно особенно канал профи повернется утка утка уткой надо конечно просто не лениться вот заниматься лицом хотя бы немножко заниматься физкультурой я вам занимаюсь это три раза ноги подниму считаю ну все я же поделала это нужно конечно офигенная сила воли чтобы лохматая вот уже все обросло вот уже опять надо парикмахерскую вот уже ногти отросли не знаю и все некогда все это же надо записаться потратить время ну сейчас сейчас солнышко побольше начнет пригревать и конечно же пойдем немножко наведем красоту меня убивают эти еще и вот ресницы женщина наращивает я понимаю да ну со своими ресницами на многих там проблем как там увидеть в своей молодости справлялись и там тушью подкрасил да и ленинградской причем сейчас нарасти ну сделайте естественные реснички да вот как бы свои нет вот такие опахала из под которых даже глаз не видно вот это вот ну это же видно что это нарощенные ресницы почему решили что боже мой как это красиво я не скажу что я такой фанат естественной красоты прямо там я сама все время накладываю какой-то там макияж накладываю там подчеркнуть немножко естественную красоту но когда вот такие губы вот такие ресницы и вот но я считаю это перебор перебор я понимаю что если бы это все выглядело естественно что как будто ты вот сохранилась тогда я вот такие реснички свои пушистенькие хотя летом кстати очень я подумывала об этом в том году они там очень удобно так то вот потому что когда подкрасишь тушью идет жара 40 градусов естественно или разбивает аж глаз заезд что потом думаю да ну нафиг лучше вообще не буду красить ресницы я просто переживаю что это все клеится там на какой-то клей все ну и так хватает проблем со здоровьем у женщин и еще заработать себе лишний приклеить там эти ресницы на какой-то клей не дай бог у тебя аллергия это глаза у меня мечтала допустим именно по здоровью я уже с 20 где-то лет но у меня свое зрение минус три с половиной минус 4 пробовала ходить в очках в очках мне нравится . хотя они не идут но вот как водителю мне очень удобно и 20 лет тогда еще только первые линзы помню пошли то я еще в норильске жила я ношу линзы и по сей день вот у старшего меня тоже она делала операцию вот эту лазерную но не было вообще критично у не было минус 7 минус 7 зрения упала когда он не начала она пошла в школу и у меня начало подозрение тогда еще это были какие города смешные 30 лет тому назад мы делали когда только пошли эти операции якобы не сказали у не начала резко подозрение мы и делали операцию в норильской больнице на ганере кто знает на риск выстроили огроменную больницу там много профильную многофункциональную имея на один глаз сделали операцию чтобы зрение хотя бы не падала но спустя там год вы пришли на проверку и в общем эта операция не помогла единственно так что натекали тоже видимые я в этом слабо разбираюсь и вот она года два-три назад ей помог ее папа спасибо тебе и ты большое она минус семь с половиной представьте это человек можно сказать практически слепой то есть без очков без каких-то когда при минус трех с половиной это уже все у тебя весь мир расплывается да вот и она сделала эту операцию и когда она вот потом уже после операции позвонила на гритмом у меня началась другая жизнь вот это я понимаю что это нужно для здоровья это нужно для комфорта для удобства чтобы и вот у меня тоже такая кстати мечта тогда эта операция три года назад она отдала по моему около 100 120 тысяч это вместе с обследованием вместе с консультациями там она по моему сутки пролежала там плата за палату в общем и в думу когда совсем буду старой уже даже линзы не буду видеть вот такой бы маме мы делали здесь красоте в краснодаре тоже у мамы же началась и катаракта и хрусталик начал разрушаться когда я сюда переехала но это года четыре назад на и сделать сначала на один глаз ну по квоте бесплатно на инвалид второй группы дождались этой квоты но она вообще уже она я видела по ней что она вообще уже стала слепнуть тоже спасибо конечно господу богу и здесь государство конечно нам вот очень помогло я говорю спасибо но просто там сыпется все одно за одним ну в общем вот такое вот доброе утро я опять наболтала уже практически язык без костей у меня на выходные погоду обещают вообще уже смотрю там 14 17 пошло вот еще нам два дня из 4 пятницы пережить 68 градусов это сейчас может быть они так пишут может быть уже ветром дуло этот циклон может быть уже будет тепло еще раз поздравляю свою дочурку с днем рождения тебя иришка будь счастливой девочка всем хорошего трудового дня пока пока